Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24 и в студии Дарья Вялкова. В начале выпуска коротко о главном. 45 тысяч жителей Алтайского края приняли участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Более ста культурных площадок открыли двери для посетителей по всему региону. Вторая волна паводка началась на юге региона. Об этом и не только в выпуске. Летний сезон в художественном музее открыла выставка «Путешествуем вместе». 45 тысяч жителей Алтайского края приняли участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Более ста культурных площадок открыли двери для посетителей по всему региону. Многие в этот день работали бесплатно. К «Ночи музеев» присоединился храмовый комплекс Иоанна Благослова в Барнауле. Все желающие могли получить уроки колокольного звона. Храм посетил губернатор Виктор Томенко. Глава региона тоже попробовал себя в звонарском деле. Мастер-класс провел настоятель Георгий Крейдун. В храмовом комплексе работает музей колоколов Алтайского центра звонарского мастерства. Посетить его могли все желающие. В экспозиции декоративные, памятные, старинные и поддужные колокола, а также старообрядческие иконы, распятия и кадила. Некоторым экспонатам более ста лет. Страна наша бескрайная, большая. Раньше-то не было телефонов, телеграфов. А вот колокольный звон, он объединял все приходы. На праздники звонили так, чтобы слышно было, практически вся земля покрывалась колокольным звоном. Из поколения в поколение семейные реликвии. Такую тему выбрали центральной для ночи музеев в этом году. Культурные площадки подготовили для посетителей развлекательные и познавательные программы. Также в музее сделали акцент на темы 79-летия победы в Великой Отечественной войне, десятилетия детства в России, 70-летия со времен начала освоения целинных и залежных земель на Алтае и 150-летия со дня рождения художника Николая Рериха. Вторая волна паводка началась на юге региона. На реке Катунь в районе села Сростки продолжится подъем уровня воды. Он может на 20 сантиметров превысить опасную отметку в 530 сантиметров. Как сообщают в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, возможно подтопление прибрежных территорий, сел с Ростки и полеводка. На реке Обь в районе села Усть-Черышская пристань продолжится подъем уровня воды до отметок 550-590 сантиметров, где опасная отметка 580. Возможно подтопление прибрежных территорий. В случае подтопления звоните на единый телефон экстренных служб 112. Следуйте инструкциям спасателей и представителей органов местного самоуправления. Рейд по проверке общественного транспорта провел Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Парнаула совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, Автодорожным надзором и депутатами. Осмотр прошли 10 автобусов на маршрутах номер 1, 20, 27, 60 и 118. Комиссия оценила санитарно-техническое состояние машин и проверила наличие необходимых документов у водителей. Нарушения выявили на нескольких маршрутах частных перевозчиков. 118 маршрут был выпущен на линию с датой просроченной и с незаряженным огнетушителем. Встречаются, конечно, нарушения и другие по экипировке, но в целом карта маршрута имеется, путевой лист оформлен. Во время проверки отработали обращения жителей города по поводу срывов рейсов. Особое внимание уделили утренним и вечерним часам, наблюдению и расписание движения. В адрес перевозчиков направят 16 претензий. Когда есть системная и вот такая индивидуальная работа, картина становится более полноценной. И на встречах с избирателями мы, конечно, эти вопросы проговариваем. И где требуется усилить по каким-то другим маршрутам, мы эту информацию, естественно, до комитета по дорожному хозяйству транспорта доводим. Всего в Барнауле действует 79 маршрутов общественного транспорта. Из них три троллейбусных, восемь трамвайных и 68 автобусных. Подвижной состав обновляется, а подобные рейды проводят регулярно. За последние три года более 80 автобусов приобретено за счет внебюджетных средств. Ну, также за счет средств специального казначейского кредита по поручению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко закуплен 41 автобус большого класса. Летний сезон в художественном музее открыла выставка «Путешествуем вместе». На 20 полотнах изображены величественный Алтай, царственный Петербург, загадочная Монголия, разноцветная Индия и другие чарующие уголки света. Экспозиция – источник идей для ярких и незабываемых семейных путешествий. Музей посвятил выставку «Году семьи в России». Не зря мы здесь показываем работу Вадима Кислых, которая называется «Ялта». Там изображен теплоход, он белый. У каждого есть мечта. И вот этот теплоход – как белая мечта, да, на которой ты захотел сесть и побывать, и куда-то поехать. Мы идем в художественный музей, смотрим полотна и идем за билетами. Вот это как бы главный посыл. Мы идем сюда за хорошим настроением. Мы едем вместе с семьей. Мы хотим своему ребенку показать мир. На выставке представлены живописные алтайские пейзажи 20 века Григория Гуркина, ночной крымский гурзув кисти Геннадия Борунова, мир красок, благовония и медитации Индии, авторство Ларисы Пастушковой. Выставка работает без возрастных ограничений до 20 июля. И еще о культуре и новых выставках. Цвет – это эмоция, которую можно увидеть. Убедиться можно на новой выставке в Государственном художественном музее Алтайского края. Проект «Сила цвета» – это 21 произведение живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Внимательный зритель найдет в каждом экспонате персиковый пух. Речь не о фруктах, а о цвете года. По версии института Пентон. Он исследует влияние оттенков на психологию человека. Персиковый пух, по мнению компании, в этом году будет лидировать везде. От кино до промышленного дизайна. Художественный музей тоже в тренде. Мы отталкивались при подготовке этой выставки, при подборе произведений, которые войдут, станут экспонатами этой выставки, именно от того смысла, который закладывают сами сотрудники института «Цвета Пентон» в этот цвет. В этом году этот цвет – персиковый пух. Поэтому он, конечно, несет в себе какой смысл? Теплоту, соучастие, сотворчество, заботу друг о друге, нежность. Музей отобрал работы русских, отечественных и алтайских художников. В проекте слилось воедино разнообразие жанров техник и эпох. Выставка работает до 1 июня. Возрастное ограничение – 16+. Новый фиджитал офис «Альфа-банка» открылся в центре Барнаула. Дизайн помещения стал более современным и уютным. Подход к клиентам остался на высоком уровне. Совмещает теплое человеческое общение и качественные цифровые сервисы. Здесь нет очередей офисной техники и рекламных плакатов. Вместо этого удобные кресла, круглые столы и много пространства. В новом фиджитал офисе «Альфа-банка» созданы все условия, чтобы клиент чувствовал себя максимально комфортно и расслабленно. Нет барьеров между сотрудником, менеджером офиса и клиентом. Соответственно, проходит такой доверительный диалог, и это пособствует качественному, скажем так, обслуживанию. В то время как другие организации переводят работу в онлайн и минимизируют соприкосновения клиентов и сотрудников, «Альфа-банк» выбрал иное направление. Он одним из первых в России внедрил новый подход для обслуживания клиентов в регионах. Это уже четвертый подобный офис в Барнауле. «Фиджитал» означает сочетание живого общения с клиентами и цифровых технологий. «Альфа-банк» и «Универсальный банк» мы предлагаем весь спектр банковских услуг как для частных клиентов, то есть физлиц, так и для корпоративных клиентов. Что в ходе? Это возможность оформить дебетовую карту нашу с кэшбэком, кредитную карту легендарную, 365 дней без процентов периода. Также можно осуществить вклады, открыть, и возможность для юридических лиц открыть расчетный счет, дать заявку на кредит. Благодаря свободной планировке офис больше напоминает каворкинг или уютное кафе. Получить консультацию специалиста здесь можно за чашкой кофе. Клиенты уже оценили дизайн отделения и новый формат обслуживания. «Открытие данного офиса на сегодняшний день – это возможность легко и просто быстрого обслуживания для меня, потому что у меня расположение геолокации в центре очень удобно. Приходишь в офис, тебя просто провожают чай и кофе, встречают отдельный офис-менеджер, который, в принципе, поможет всегда». Подобные офисы Альфа-банка есть во всех крупных городах России. В Алтайском крае и Республике Алтай – это девятое отделение нового формата. Совсем скоро планируется открытие фиджитал-офиса в Славгороде. Елена Самарина, Дмитрий Козерлыга. Новости. К этому часу все новости. Оставайтесь с нами на телеканале Катунь-24. Выключаем. Спасибо за просмотр!